Перед тем, как мы начнем, я просто хочу, чтобы вы понимали всю тяжесть ситуации. Это не что-то рандомное, да, сами понимаете, это кое-что очень важное. Это что-то невероятно важное, я объясню почему. Первый фильм вышел в 2013 году, то есть 6 лет назад. Если вы хотя бы раз были в Disney Story, или не важно в каком истории, в любом магазине игрушек буквально, или хотя бы рядом с ним проходили, то вы наверняка представляете себе, что мерч до сих пор продается, как горячие пирожки, холодным зимним утром, сука. Холодное сердце это невероятное доильное, просто гигантское. Вот представьте себе, такой вот завод, который там, не знаю, миллион гектаров, сука, занимает, он такой, знаете, квадратный, очень мрачный, просто вот вы из него заходите, там смерть от него воняет, просто вот отвратительно, просто отвратительно заходите, и видите, там просто миллионы коров стоят в ряд, и все эти коровы подключены к одному, к одному гигантскому шлангу, вот, знаете, это такие доильные штуки, да, все из нее идут, ну, как в порнографии, вот, идут, идут, и они все соединяются в один гигантский шланг. Этот гигантский шланг идет внутрь завода, и если вы пройдете в этот самый внутрь завода, вот там несколько километров пройдете, вы заметите, что там стоит просто гигантский такой чан, наполненный очень холодным, сука, свеженьким, вот только что надоенным молоком, и там написано Frozen на нем, этот гигантский логотип Фроузена, и Эльза нарисована с ее, короче, вот этим вот платьем из космоса, которое косплеер очень любит жаловаться, что его шить просто, сука, невозможно. Также известно, что, как правило, большого пальца сиквелы успешных франшиз, как правило, собирают больше, ну, по крайней мере, вторые части, третьи, в общем-то, тоже, ну, там от случая к случаю, но реально есть такой прецедент, что вторые части уже успешных франшиз, которые до этого хайпанули как следует, собирают больше, то есть мы можем совершенно спокойно предположить, что Frozen 2 соберет больше, чем Frozen 1. Я не говорю, что мы сейчас смотрим на претендента на самый кассовый фильм в истории, после Мстителей сразу, но, честно, вы удивитесь, вот вы удивитесь, я нет. Я только что понял, что у меня микрофончик был отогнут немножко назад, я надеюсь, это не сильно повлияет на качество звука. Но даже если касса Мстителей не побьет, скорее всего, все-таки нет, я вам гарантирую, это будет одна из, если не самая прибыльная франшиза на Земле, хотя она и сейчас уже, я думаю, очень близка к этому статусу, скорее всего. Вот они со Звездными Войнами, они на уровне где-то, я думаю, что это означает для вас, как для рядового зрителя. Ну, если у вас есть дети или младшие сестры-братья, или вы сами, в принципе, не против, я могу вам только посоветовать вот эту вот штуку кошелечную, да, вот эту, знаете, которая такая открывается, и там вот, не знаете, деньги лежат, короче, в ней, да, спричьте ее куда-нибудь подальше, потому что мы вот, мы на этом канале обычно про микротранзакции говорим, да, про то, что там детишка типа родителей банкротит. Это, вот это вот они будут делать легально и прямо вам, сука, в лицо, потому что они знают, что если вы не купите им все свежие игрушки с Эльзы, и платье Эльзы, короче, и вот это все, ну, вы их просто на самом деле не любите. Они будут пользоваться этим как последний мразь, я вам гарантирую. Ну, собственно, да, теперь давайте посмотрим, что же там за фильм такой. Пока что только вода графонистая, вот на что мы жаловались в прошлый раз. Определенно, определенные пейзажи выглядят не настолько слишком реалистично, очень хорошо вписываются. Почему, откуда вот это желание Стоун Хэнш везде поставить, как что-то мистическое? Типа это и в храброе сердце тоже это было. Я имею в виду. Определенно, определенно сюжетная, что-то у нас тут предоставляется. Некоторые голосы ее куда-то зовет. И, конечно, демонстрация графона без этого тоже некуда. В принципе, вот уже потому, как... По всему этому адовому движению партикли, я думаю, это фанты, скорее всего. Но красиво выглядят эти фанты. На самом деле, это вот хорошая идея для Сикола. Это открывать какие-то новые, новые миры и исследовать карту, так сказать, только в гораздо более обширном таком вот смысле. Короче говоря, не сидеть на одном месте. Как многие другие Сикола делают. Тем более, когда... Что исследовать есть, я имею в виду. То есть, от такой более личной истории, и перейти к более глобальной, более эпической. Но с якутскими шаманами, которые, видимо... Видимо, идут... Они пошли Эльзу изгонять, а потом, ну, она, как бы, сказала... ...поисбошникам, что не надо, не надо это делать. По-моему, у нее лицо изменилось. Не сильно графонистее стало, понятное дело, но чуть-чуть, я вижу изменения, да. Зачем? Dark Souls 3 уже вышел. Зачем Эрендел защищать? Ну, ладно. Очень сильно этот троллер графоном понтуется, я замечаю. Вот он прям, сука, чувствует это дело. Он прям хочет показать, насколько у нас партикли из космоса. А, ну, игрушку продать тоже надо, это важно. Я имею в виду, тебя не продали достаточно последние две короткометражки? Ладно, давайте похлопаем все-таки. Серьезно, что за фетиш вот в подобных фильмах Слон Хенджа ставить? Потому что он автоматически ассоциируется с чем-то мистическим, видимо, что что-то в этом духе загадочное, и тут загадочно. Поэтому что ли, я не знаю, наверное, реально. Ну, потому что это постоянно используется, я часто вижу это дерьмо. Оно продолжает происходить. В храбрый сердцем это было. Ну, окей, Вейстоуны в Скайриме немножко не то. Но вы поняли мысль, я не знаю. И, видимо, вот тот самый момент, о котором люди спекулировали про то, что, о, боже, у наших любимых героев из того фильма, который мы смотрели в 2013-м один раз, и мы даже толком не помним уже, что там было. Мы в основном просто игрушки покупаем. У них детишки будут. О, я... Похоже, что... Нет, похоже, это просто флэшбэк таинственных короля и королевы, про которых тоже никто ничего не знает. Но, видимо, знают. Видимо, они все-таки довольно важные. И из того, что они здесь показывают, ну, либо они, либо кто-то, кого они знают. Просто вот они показывают. Да, это явно не детишки вот Аннельс. Да, это просто кто-то рандомный. Рандомные детишки из какого-то непонятного племени якутских шаманов, которое в этом фильме определенно присутствует. То, как это поставлено во флэшбэке, намекает на то, что король-то был королевский, а вот та женщина, которая только что скакала там по лугу, она, видимо, не совсем королевская. Но он такой решил, а хрен ли, я король, и у нас сейчас прогрессивное общество. Ну как сейчас? Сейчас-то у нас нет. Но в фильме, в котором нас покажут, он как раз таки будет в 2010-х годах, а это значит, что король может на ком угодно жениться. И даже замуж выходить, это абсолютно нормально. Но мы этого показывать не будем, потому что мы Дисней, мы все-таки больше за традиционные ценности выступаем, мы просто не говорим об этом вслух, окей? И вот здесь вот сразу начинаются намеки на эпичность, когда деревни якутских шаманов немножко сжигают таинственным фиолетовым огнем, который очень-очень мистический. Мы видели его в предыдущем тизер-трейлере, тоже он там был, чтобы он не означал, но он там действительно, действительно был. И мне нравится на самом деле эта идея. Мне кажется, что это очень хорошая идея для сиквела, абсолютно без иронии сейчас это говорю, потому что, когда вот у вас есть этот переход, значит, вот первой части ко второй, ну, возникает вопрос, а что делать дальше? Потому что если самая интересная история уже была рассказана в первый раз, то что вы можете, ну, дальше делать? Что еще может быть интереснее? Наверное, должно быть какое-то возрастающее действие, логично, да? Ну, естественно, если в первом фильме у нас действие было на личной истории, сосредоточено, такая вот прям личная, да, которая очень, очень ограниченная, но не в плохом смысле ограниченная, а просто вот имеющая отношение непосредственно к личности героев. Как это действие может возрасти? Да очень просто. Нужно это действие взять и перенести его от личного к более глобальному, более масштабному, более эпичному, которая, так сказать, больше, чем эти персонажи, вот сама по себе и по весу, да, но при этом все еще имеет к ним непосредственное отношение, что, судя по этому трейлеру, они делать и будут как раз, но при этом оставят тоже немножко личностной драмы все-таки с вот этим вот выяснением, что же с родителями стало, как, наверное, и тут тоже покажут. Идея хорошая. Я, конечно, ничего не хочу сказать, никаких шедманов упоминать тоже не хочу, но я имею в виду, если вы зайдете на Похил 34 где-нибудь спустя неделю после премьеры и посмотрите на соответствующие теги, я думаю, что некоторые, некоторые творческие переосмысления вот этого кадра там наверняка, ну, наверняка вы найдете, если вам очень захочется, да. Если вы не знаете, что это, вам не обязательно знаете, это для избранных, а для избранных. Это, конечно, уже очень давно было, в 2013 году, но я только вот сейчас начинаю задумываться, насколько у них, сука, одинаковое лицо у всех женщин. Типа, ну, ладно, я понимаю, что как бы мамка, там, дочери, ну, понятное дело, что они похожи, но это буквально одно и то же лицо, вот одно, сука. Я прям чувствую, как хорошо работала с дизайнером женских персонажей, потому что он просто берет рожу, копипастит ее на другую модельку и дает ей новый цвет волос, и все, отлично, новая моделька готова, очень круто. Нет, ну, серьезно, посмотрите на это. К этому моменту Дисней уже просто бейтит откровенно, то есть он не может напрямую это сделать, потому что прогрессивная общественность, ну, не настолько прогрессивная, чтобы в своих детских мультиках поддерживать ЛГБТ, тем более, когда речь идет о, ну, немножко таком, знаете, вот, родственном, то есть родственные узы, так сказать, вот, немножко с этим ЛГБТ связаны, понятное дело, что, ну, нельзя, нельзя это показывать, но они настолько сильно бейтят. Ну, посмотрите на это дерьмо, опять же, я не могу быть единственным, кто видит, что они делают здесь. Ну, насколько это откровенный, я не знаю. Это, наверное, какое-то мое проклятие личное, от которого только я страдаю. Я понимаю, что они мне сейчас пытаются объяснять сюжет, но все, чем я могу думать, это о том, что он одет в костюм Хью Хефнера. Славная память, там все дела, но, ну, серьезно, посмотрите, он одет в костюм Хью Хефнера, зачем? Это то, как он дома ходит, потому что он теперь элита, наверное. Где ушки там? Там на заднем плане вот за этим с диваном женщины прячутся в кроличьих ушках и в откровенных нарядах. Я имею в виду, Дисней быть прогрессивным, так прогрессивно. Таинственные кадры, конечно же, которые должны нас заинтриговать, что же там за откровение такое творится. Но мне, на самом деле, из этого трейлера показалось, что Дисней реально пытается понтоваться графоном. И я могу понять, как бы, да, почему нет. Все-таки, если вы хотите, чтобы ваше дело выглядело впечатляюще, особенно учитывая то, что, ну, трехмерные мультфильмы сейчас все выглядят достаточно впечатляюще сами по себе, настолько, что это уже просто стало не впечатляюще. Я знаю, что это звучит парадоксально, но просто они все выглядят настолько хорошо, что для того, чтобы они выглядели плохо, нужно уже прилагать намеренные усилия или просто вообще никаких денег в это дело не вкладывать. И как вот... Возникает вопрос просто, куда дальше можно зайти? Что еще можно такого придумать для этой технологии, чтобы она выглядела, ну, настолько впечатляюще? Ну, они решили просто пойти в дикий реализм, по крайней мере, в предыдущем тизере это было видно, и сделать просто невероятно реалистичную воду и пляж. Да, вы помните, вот этот знаменитый первый кадр, о котором я говорил, когда тизер разбирал, что там буквально, ну, невозможно было отличить это от вот лайф-футажа, от того, что на камеру снятого. Практически невозможно было отличить. Здесь они немножко меньше этого дела показывают. Даже если здесь вот посмотреть, очень сильно здания помогают, кстати, впечатлению. Здания выглядят абсолютно нереалистично, и дороги, как бы, вся архитектура. Архитектура в целом выглядит недостаточно реалистично. Это помогает напоминать нам, что это все-таки мультфильм, да, что это все-таки нереальная жизнь, и они очень хорошо с персонажкой работают, вписываются нормально, то есть это выглядит как целостная картина. Но при этом они очень, сука, дико понтуются партиклями почему-то. Вот я прям заметил это дерьмо. То есть до этого, значит, кадр, который я держал, и сейчас вот как это листва летит просто по всему городу. Реально, мне кажется, что это сделали просто, чтобы графоном вот понтануться. Да, это, конечно, имеет смысл по сюжету, потому что там дикий ураган, все дела, но серьезно. Вот серьезно, они понтуются, они сейчас понтуются. Ралли на мистика. Опять же, прямой намек на то, что мы переходим от личной персонажки к чему-то более эпичному, глобальному, к тому, что больше, чем вот сам мир, возможно. Ну, короче говоря, глобальный конфликт. Хорошо, ничего против не имею. Если это будет интересно, то я так и скажу. Но конфликт не только глобальный. Опять же, они в трейлере показывают, и молодцы, что они это делают. Очень правильный ход, что личностный конфликт между сестрами все еще остается. Знаете, насколько я помню, что там было вот это у Эльзы, что она, короче, такая пытается поодиночке, но поодиночке не надо. Надо там работать в команде. Это все стандартная тема. Да просто, когда это показано в контексте сестер, то это и приобретает немножко больше вес, потому что люди все-таки связаны чем-то помимо очень такой тесной женской настоящей дружбы. Немножко больше игрушка демонстрируется. Надо будет обязательно меч ледяной выдать, а не докупить отдельно за 10.99, за 9.99, может быть. И еще отдельные солдатики вот эти вот в форме, которые мне... Они мне дико что-то напоминают, но я не могу понять, что именно. Наверное, все-таки нет. Наверное, мне реально кажется, но ледяной меч все-таки купите, пожалуйста. Я видел этого якутского шамана в городе героев. По-моему. Мне нужно будет пересмотреть, чтобы убедиться. Я видел эту рожу уже. Я ее уже видел. Это что? Это что за намек такой? Намек на то, что... Я имею в виду, вряд ли Диснею нужно экономить, учитывая то, что у них все деньги мира буквально помещаются в одной руке, а в другой руке все золото мира. Но серьезно, это что? Это что, твою мать? Да, кстати, 22 ноября, если кто-то задавался вопросом, а почему не в декабре? Типа, это же, ну, рождественско-новогодний фильм, там все дела, как бы, да? Самые кассовые сезоны. Пацаны, они будут крутить это в кинотеатрах как минимум три месяца. Вот как минимум три. Скорее всего, сука, больше. И люди будут на это ходить пачками до самого конца, я вам гарантирую. Они... Они решили, начнем пораньше. Я удивлен, что они не начали где-нибудь в середине или, сука, в начале ноября. Вот, серьезно, это бы сработало. Они бы настолько гетвейнули с этим. Вот, я не знаю, окей, я не продюсер, но твою ж ты мать. Еще немножко мистики, ярких цветов, абсолютно ничего против не имею, как надо все. Ну и, в общем-то, так происходит до самого конца. То есть весь трейлер состоит из баланса эпичного, эпичной вот этой истории с личностной историей, личности истории немножко меньше. То есть баланс примерно 70 на 30, я бы сказал, где-то вот в этом духе. Выглядит достаточно интересно. Ну и еще, конечно, понты графором, да. То есть буквально... Это буквально все то, чего я ожидал на самом деле. Вот это то, что по логике должно было произойти. Я абсолютно не удивлен то, что мне именно это и показывают. То есть переход, вот который я только что объяснял, потому что ничего другого там быть в принципе не могло. И я, в общем-то, даже верю в то, что что-то из этого интересное получиться может. Еще вот кое-что интересное, что я заметил. Я, конечно, не голливудский продюсер, да, надо понимать, но просто вот я уверен, я уверен абсолютно, что на как минимум одном, возможно, самом первом совещании с дизайнерами персонажей была поднята тема, что, пацаны, косплееры сходят с ума, пытаясь сшить это долбанное платье Эльзы. И как бы детишкам тоже продавать приходится дороже. Давайте мы как-то сделаем попроще. Давайте мы всем сделаем костюмы попроще, чтобы и детишки, и косплеерши хотели больше этим делом заниматься, им было проще, и чтобы они больше промоутили наш товар. Давайте мы как-нибудь вот попроще сделаем. И да, действительно, если вы посмотрите на костюмы персонажей в любом вайтшоте, ну, давайте мы найдем, например, тот, где они стоят с якутскими шаманами, я думаю, там это, там должно быть получше видно. Вот, пожалуйста, посмотрите. То есть вы заметите, что у них минимальное количество сложных деталей на костюмах. То есть вот сплошная ткань идет, здесь, значит, отдельно пояс, тут какие-то берюшки пошить. Я думаю, что это не настолько сложно, как вышивать сраным бисером или что-то, чем-нибудь такое, таким все сраное платье. У нее тоже, пожалуйста, кусок ткани просто накинут и немножко заклепок, вот, я не знаю, как это правильно называется, короче, этих круглых штук, да, круглых штук просто пришить. И у него тоже, ну, просто кусок ткани по факту, но достаточно стилизованный. То есть количество сложных деталей и, в принципе, многообразия деталей не то, чтобы очень много. Ну, вот реально немного. Мне кажется, что это сделано для упрощения намеренно, да, что это не просто так получилось, они реально хотят сделать это проще, чтобы, может быть, и детишкам было проще это дело рисовать, запоминать и, соответственно, показывать, какое платье они хотят в магазине и косплеершам, чтобы облегчить им жизнь. Просто Дисней очень человечная, очень человечная компания. И, напоследок, еще больше мистики и непонятки с водяными лошадьми, вот этими, кастом, весь океан, чтобы графоном понтануться. Гиганты там где-то были, по-моему, что-то в этом духе. Ну, и, конечно, игрушки. Игрушки надо продать, это тоже очень важно. Без этого никак. На самом деле, я удивлен, что его тут не было больше. То есть, они показали его реально минимум. В трейлере, в трейлере очень большой акцент был сделан именно на вот эту сюжетную тему, а игрушки и вот Комик Релив конкретный в виде вот этого вот сраного снеговика, в виде просто веселой игрушки для детей. Я удивлен, почему ее так мало. Может быть. Мое предположение на этот счет. Они делают расчет на то, что аудитория, которая смотрела последний фильм, сколько там, шесть лет назад, она подросла на шесть лет. То есть, условно говоря, если маленькие девочки смотрели это дело в восемь-десять лет, то сейчас им уже, ну, шестнадцать где-то в районе, да, поэтому они сейчас уже хотят чувствовать себя более умными и более важными. Им нужно что-нибудь попав с ней. Им уже, им уже не нужны вот эти вот детские игрушки, вот эти, вы знаете, вот для детей. Мы теперь утонченные, мы теперь много о себе думаем, да, мы хотим чего-нибудь покруче. Ну, окей, я ничего против не имею, опять же. Все равно это хрень бесила. А может быть, они просто поняли, что за последние две короткометражки люди уже немножко им присытились, и нужно как-то вот на второй план его отогнать. Все может быть. Я думаю, что в фильме его будет приличное количество. Знаете что, учитывая мой опыт просмотра сиквелов подобного рода, он в фильме будет абсолютно, сука, бесполезным, он ничего не будет делать, он будет просто находиться в кадре, чтобы продать игрушки. И все. Вот он ничего не сделает. Буквально ничего. Он не будет нужен просто. Не то, чтобы он был нужен в первый раз, я имею в виду. Что в целом я могу сказать? Трейлер хороший. Он действительно справляется со своей задачей, он действительно интригует людей смотреть сиквел и предоставляет им что-то новое, да, он показывает, что в этом сиквеле будет нового и потенциально интересного. Главным образом, вот этот вот переход от личного конфликта к глобальному, но при этом личный все еще остается между двумя сестрами. Ничего плохого я даже про него сказать не могу. Ну и конечно, понты графонам. Да, графон действительно выглядит впечатляюще, но настолько ли впечатляюще? Я имею в виду, к этому моменту уже впечатлиться от него становится реально сложно. Но они пытаются. Так что пятерка за старание, наверное, да. А если тебе нравится смотреть, слушать, как я говорю, на видеоигровые или не видеоигровые темы в течение одного количества времени, то ты можешь всегда подписаться на этот канал и на мой основной канал, где я делаю контент, в который же вкладываю какие-то усилия. Так что можешь поставить лайк или дизлайк к этому видео, ты можешь ставить комментарий или несколько комментариев к этому видео, ты можешь, ну я не знаю, ты можешь в твиттер на меня подписаться. И спасибо тебе, что ты тратишь на меня время, мой дорогой блюдок, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok